Музыка Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания Но сегодня речь пойдет о медицине Многие меня спрашивают, что вот Лиля, ты так хвалишь Что все такие хорошие врачи, здесь такая замечательная медицина Такое обслуживание, такая забота и так далее И что читая там прессу, кто-то отозвался не так Что вот там знаменитые продюсеры, певцы сидели, ожидали в Уржанце Это в скорой помощи для оказания первой помощи Да, действительно, здесь, если вы обращаетесь в скорую помощь То вам придется ждать достаточное время Я с этим сталкивалась и у меня тоже есть на эту тему видео Что с рассеченной головой мне пришлось сидеть очень долго И пока меня не принял врач Затем, ну скажу так, тоже по поводу скорой помощи У нас был такой прикольный случай Когда Миленочка была маленькая, она упала И это первый раз, как она упала Она только начинала ходить Ну и сами понимаете, детки ножки слабенькие Еще ходят слабенько Ну и, естественно, папа был так перепуган Что схватил ребенка в охапку И мы поехали в скорую помощь, чтобы посмотрели Чтобы все у него в порядке Потому что, как ему казалось, она стала меньше улыбаться И, в общем, по его мнению, ее что-то беспокоило Ну, в общем, мы приехали в скорую помощь И он так был разволнован, что назвал дату рождения не Миленкину, а нашего сына И когда регистратор, ну, тут женщина в регистратуре посмотрела на него Она меня позвала, сказала «Вы знаете, сейчас придет педиатр, и вы в первую очередь пойдете» Ну, в общем, она поняла, что родители взволнованы сверх меры И поэтому-то первый раз нас приняли просто за считанные минуты Что мы только приехали, только обратились И нас сразу же проводили в отделение педиатрии В общем, все, конечно, прошло хорошо Ничего у ребенка не обнаружили Родители просто переволновались Но вот это, видать, из-за того, что он назвал другую дату рождения Она поняла, что мы очень взволнованы И решила, что чем быстрее от нас избавиться, тем будет лучше А так, действительно, в госпитале, в Уржанск приходится ждать достаточно долго Что касается лабораторий и анализов Я очень часто сдаю кровь на анализы из-за своего заболевания И поэтому могу сказать только одно У меня только положительные отзывы Отзывы нету никогда очередей Все делается на высшем уровне И результат можно вам пришлют на дом Вы можете посмотреть по интернету на сайте лаборатории И можете приехать сами за этим результатом Делается, конечно, все очень в развернутом виде Все там от и до, все описывается Также я проходила здесь полное обследование Тоже, что я могу сказать Очень мне понравилось И сам подход врачей, медсестер Даже тех же самых санитаров Также я здесь была прооперирована И также я во Франции рожала Так что у меня с медициной достаточно тесный контакт И когда там говорят, что здесь все плохо и все ужасно Я могу не согласиться и могу поспорить на эту тему Поскольку действительно Ну, достаточно длительный период Когда я имею отношения с медицинскими работниками во Франции Так скажем И, конечно, да Было у меня тоже два случая Когда медицинские работники были не на уровне Это, ну, сами знаете Когда вы куда-то приезжаете Приезжаете, для женщин очень важно найти хорошего врача-гинеколога И мы без рекомендации нашли просто врача Который, ну, согласился первым нас принять И кабинет его располагался недалеко от дома Ну, что мне не понравилось Что я пришла просто на прием Как бы на обычную стандартную проверку И она начала предлагать какие-то тесты Ну, в общем, совсем не то, что мне нужно было Это первое Второе в ее кабинете было накурено Для меня это неприемлемо Это невозможно, чтобы в кабинете врача был запах табака Поэтому с этим врачом мы распрощались Больше к ней никогда не ходили И потом по рекомендации Я нашла великолепного врача-гинеколога Который до сих пор является моим врачом Который вел мою беременность Который принимал роды И, ну, в общем, я очень всем довольна Никогда никаких претензий не было И второй случай Это когда Наш генералист Генералист Это семейный врач Когда я заболела И мы пришли на прием То она мерила температуру через свитер Я сказала, что это ненормально Это невозможно Это вообще неправильно На что был получен ответ Что если температура есть То она и через свитер будет Покажет, короче говоря И для меня это вообще было странно Поскольку Когда вот здесь что в госпитале Что у других врачей То они меряют Или вот в ухе градусником Или квископа Электрический такой Электронный, вернее, электрический Электронный градусник Который показывает температуру Она мне дала какой-то градусник Которых, ну, я не знаю Наверное, уже и не выпускают Не знаю почему Но, тем не менее Померяв так температуру Которая даже через свитер Показала, что она у меня есть В общем, к этому врачу Мы тоже больше не ходили И поменяли женералиста Дело в том, что муж Ну, редко обращается к врачам И как бы она у него В карточке для страховки значилась И, естественно Кому идти К тому, кто в карточке записан Короче говоря Так что Теперь у меня есть Все врачи уже подобраны И как бы тоже Ну, практически, что могу сказать Полностью все врачи От стоматолога И, кончая диетологом Они все по рекомендации Мною были найдены Это не просто так Что ты открыл странички Справочника Позвонил и пошел на рандеву Все полностью Это то друзья порекомендовали То семья порекомендовала То наш врач порекомендовал То другой врач порекомендовал В общем Это не просто Как бы люди с улицы Но, тем не менее Все они замечательные И их работой Я очень довольна Что окулист Окулист тоже Мне пришлось поменять Три врача Поскольку Ну, иногда это получалось Потому что я не была довольна доктором И иногда это получалось так Что врач просто переезжал В другой регион В другой департамент И, естественно, ездить Два-три часа Тратить на дорогу Ты не будешь Так что вот так вот Ну, и что касательно Моего врача-эндокринолога Это вообще замечательный доктор Это супер Так же, как и диетолог Подходит не просто так Чтобы получить свои деньги И, как бы, хорошо вам Или плохо вам Есть изменения или нет То, что очень серьезный подход И очень такой тщательный Как бы Нравится то, что Всегда перед рандеву За день тебе присылают СМС И напоминают Что у тебя завтра рандеву Как бы даже если ты забыл И зачастую после визита Или после там сдачи крови Анализов тоже врач Перезванивает Спрашивает, как самочувствие Как дела и так далее В общем Мне, наверное, повезло Не знаю Или же это потому Что действительно Все по протекции Или же просто Мне везет Потому что Ну, не все довольны Докторами Не все довольны Медицинским обслуживанием И Так же, как тем Что невозможно Купить лекарства В аптеке без рецепта Вот так вот Ну, по поводу лекарств Я уже тоже У меня было такое видео Я говорила, что Раньше я даже с Украины везла Какие-то медикаменты Сейчас, конечно Я ничего не везу Все покупаю здесь Поскольку Даже если Ну, где-то Процентов 90, наверное Препаратов Которые назначают врач Они Потом возмещаются Страховкой И даже те Которые не возмещаются Я предпочитаю Купить здесь Потому что я уверена В том, что это будет Оригинал А не подделка Ну, в принципе Все, что на сегодняшний день Я могу сказать О медицине Смотрите Старые видео Где я рассказывала И про то, как меня оперировали И про мои роды И про врачей Которых я посещала Показывала Даже я Медицинское заведение Кабинет Где находятся Мои врачи Так что Если кому интересно Я Оставлю ссылочки На эти видео Ну и всем большое спасибо За вопросы Всем большое спасибо Что вы были со мной До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok